Смартфон с гибким дисплеем. Звучит необычно. Однако компания лжи в недавнем времени презентовала данную технологию. Так что речь сегодня пойдет о смартфоне LG G Flex. В настоящее время данный девайс доступен только в Корее за нескромную цену в 940 долларов. В ближайшем будущем он ожидается в Сингапуре, Гонконге и Европе. Весит LG G Flex 177 граммов, а толщина его варьируется от 7,8 до 8,7 мм. На борту гаджета трудится 4-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2 и 3 ГГц, который является самым быстрым на сегодняшний день в смартфонах. Помогает ему 2 гигабайта оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 330. Имеет новинка 6-дюймовый пластиковый OLED дисплей разрешением 1280 на 720 точек, 32 гигабайта встроенной памяти, основная камера 13 мегапикселей и фронтальная 2,1 мегапикселя. В отличие от Samsung Galaxy Round, который был изогнут слева и справа, LG G Flex изогнут сверху и снизу. Подобная традиционным аналоговым телефонам форма обеспечивает удобство пользования во время звонка и неудобство, когда вы носите его в переднем кармане штанов. На вопрос, действительно ли дисплей гибкий, ответ – более гибкого дисплея на свете еще не было. Чтобы оценить его в полной мере, мы извлекли дисплей наружу. Он напоминает игральную пластиковую карту из колоды. Без труда гнется во все стороны, без каких-либо сбоев и повреждений. Удивительно! Одним из новшеств стала впервые созданная изогнутая батарейка, которая по своим характеристикам превосходит LG G2 и даже Samsung Galaxy Note 2. 3500 мАч! Хорошо, дисплей гибкий, но что насчет корпуса? Что ж, он тоже гнется, когда вы хорошенько надавите. Компания LG утверждает, что G-Flex способен перенести нагрузку давлением до 40 кг и сохранить работоспособность. Это дает гаджету большое преимущество по сравнению с изогнутым телефоном Samsung, который не имеет способности гнуться. Еще одной основной особенностью данного смартфона является самозаживляющееся покрытие задней крышки. Над данной фишкой LG работало более двух лет. Данная технология позволяет смартфону залечиваться от ежедневных царапин, которые обычно появляются, когда вы носите устройство в кармане. Мы решили провести собственный тест с ключами, не переживая за телефон, ведь мы знаем, что царапины полностью исчезнут спустя каких-то две минуты. Однако, следует отметить, что покрытие G-Flex не способно восстанавливаться идеально. И поэтому спустя несколько часов остатки полученных повреждений все же остаются заметными. Возьмите на заметку, тепло и хорошее освещение способствуют лучшему восстановлению. LG G-Flex имеет 6-дюймовый пластиковый OLED-дисплей разрешением 1280 на 720 точек. Сейчас, конечно, большинство интересует дисплей на 1080 точек, но на мой взгляд 720 точек вполне хватает. Обзор под углом потрясающий. Компания LG не дает подробностей, почему используется дисплей с меньшим разрешением. Скорее всего, это связано с техническими возможностями OLED-дисплея на текущий момент. Версия операционной системы LG G-Flex не самая последняя. Android 4.2.2 Jelly Bean, которая уже кажется устаревшей после выхода версии 4.4 KitKat. Тут уже знакомый фирменный интерфейс, который радует функциональностью. Появилась мультиоконная опция, то есть возможность работы одновременно с несколькими окнами. Подобную функцию мы уже наблюдали в моделях Samsung с большими экранами, таких как Note и Galaxy S4, но есть пара значительных отличий. Например, если вам прислали в сообщении или по e-mail ссылку, вы можете открыть ее во втором окне. Также смартфон запоминает все ваши действия. То есть, если вы выходите из мультиоконного режима, в любой момент вы можете вернуться куда захотите. Теперь посмотрим камеру. Камера в LG G-Flex такая же, как в G2, но без оптической стабилизации. Используется модуль на 13 Мп с сапфировым защитным стеклом. Помимо всего прочего, LG проделала большую работу, чтобы показать нам, что можно ожидать в будущем от использования гибких дисплеев. Выглядит фантастически, но все равно отдавать 900 долларов за изогнутый телефон сомнительно. Но это прекрасное начало. Со временем этот телефон будет становиться лучше и, соответственно, дороже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...